Доброе утро, уважаемые телезрители! Совсем недавно общественность города Гомеля отметила 75-летие удивительного человека Валентина Петровича Покаташкина. И вот сейчас, может быть, в какой-то степени на волне предыдущей передачи, присоединяясь к многим поздравлениям в эти дни, и мне хочется сердечно поздравить вас с юбилеем. Вас, Валентин Петрович! И не скрываю, что даже сейчас перед телекамерой очень волнительно говорить эти слова приветствия. Ведь мне довелось быть приглашенным и испытать радость присутствовать на открытии выставки, посвященной вашему творчеству и вашей дате юбилея. Ведь я тоже первый поклонник творчества своего учителя. И на самом деле, мои воспоминания о Валентине Петровиче и о том времени, когда я посещал студию, самые светлые и наполнены теплом и благодарностью. Тогда студия располагалась в залитых лучами солнца в верхних галереях дворца Румянцевых-Паскевичей, одного из красивейших в Белоруссии. Он безраздельно принадлежал всем детям Гомеля. Но мы шли не во дворец, а к учителю. Мы ловили каждое его слово, потому что он находил нужные слова поддержки и одобрения, пробуждавшие в нас желание рисовать и творить. Более способные, менее способные, все чувствовали себя настоящими художниками и стремились к совершенствованию навыков рисования, живописи. По-другому смотрели на мир. Воодушевление, которое дарил Валентин Петрович, заряжало настолько, что многие воспитанники студии выбирали жизненную стезю в искусстве. И застудия стала стартом и моей взрослой жизни. Поступить когда-то сходу в художественный институт, ведь это говорит о многом. Некоторые не могли с пятого, шестого раза взять эту неприступную крепость. И хотя я сейчас священник, мое художественное образование и все замечания и пожелания, которые говорил Валентин Петрович, глядя на мои еще юношеские работы, так пригодились для проектирования, а затем и строительства храма-памятника, реабилитационного центра нашего Дома Милосердия и многих других начинаний. Имея наработанный багаж гармонии света и красок и привычку ловить лучшие композиционные решения, невозможно было подойти формально к строительству. Вы, дорогой учитель, надеюсь, тоже смотрите эту передачу. Так вот, вы воспитали во мне привычку на всю жизнь искать красоту. Ведь без этой привычки, без поиска красоты обеднеет и будет уныл человеческий мир. Дорогой Валентин Петрович, дорогой наш учитель, 52 года полной самоотдачи в педагогической и художественной практике. До сих пор ваш талант педагога и художника воодушевляет и несет свет. Вы стоите у истоков человеческих жизней и человеческих судеб. Ваше имя порой остается как бы в тени человеческой судьбы, но тем больше вас любит Господь. И, пользуясь этой возможностью, хочу пожелать вам бодрости духа, неиссякаемой энергии и радости, крепости тела и здоровья. Я не хочу желать вам спокойствия и безмятежности. Я хочу пожелать вам созерцательности и проницательности. Многое и благая вам лето! В здравии и жизненной силе! Мой первый учитель в искусстве! Многоя-многоя лето! Многоя-многоя лето! Субтитры создавал DimaTorzok